Всем привет! Я думаю, по названию видео уже очень многое понятно. Я прошла отбор и теперь еду в Сочи на три недели. Я еду на Всероссийский фестиваль молодёжи. Это представляет собой недельный фестиваль, который проходит в Сочи для молодёжи России и других стран. И, собственно, туда нужно было подаваться с английским языком, потому что русский и английский язык являются официальными языками данного фестиваля. Фестиваль проводится по указу президента, поэтому это всё очень масштабно, очень всё важно. И поэтому туда вёлся очень-очень сильный и долгий отбор. К нам пришли гости. Всё началось с того, что были просто январские каникулы. Я как-то сидела в ВКонтакте, по-моему, скролила ленту и увидела, что в волонтёрском центре МГЛУ выложена запись, что с такого-то по такое-то число будет проходить фестиваль, на который требуются волонтёры, координаторы и экскурсоводы. Я подала заявку, я думала, почему бы и нет. Там нужно было обязательно знание английского языка. Интересно было то, что я просто решила, ну, из интереса попробовать. У меня на начальном этапе уже не хватало некоторых документов, потому что нужно было проходить регистрацию, предъявлять вообще, за что тебя должны взять, грубо говоря, знание языка, сертификат, который бы подтверждал это, и, конечно же, то, что у тебя есть высшее образование, либо справка из вуза о том, что ты сейчас на данный момент ещё учишься. И, как вы понимаете, всё это в январские каникулы делать просто, ну, почти невозможно, особенно учитывая тот факт, что до окончания подачи заявок остался один день. Я написала девушке, которая отвечает в нашем волонтёрском центре за помощь, так скажем, за заполнением вот этого всего, и я сказала, что у меня вот таких-то документов нет, не знаю, что делать. И она мне очень сильно помогла, она с кем-то, видимо, связалась, и мне очень быстро сделали справку из вуза, я прошла какой-то там языковой тест, ну, кстати говоря, мне и МГУ сам выдал справку о том, что у меня не ниже такого-то уровня. На следующий день пришлось в каникулы, в разгар подготовки к сессии, ехать в МГУ к 10 утра, чтобы всё это быстренько забрать и до 12 часов дня отправить. И это было очень стрессово, потому что мне ещё справку задерживали, и я отправила где-то уже в 11 с чем-то, то есть, ну, понимаете, да, за несколько минут до окончания отправлять какие-то документы очень всегда переживательно. Сегодня 15 часов, я иду в МГУ, чтобы в последний день продать заявление на Пентест. Всё отправила, и надо было только ждать, потому что очень было много заявок, как вы понимаете, вообще по всей России люди хотят сюда-туда поехать. И, как оказалось, было 5000 желающих, но конкретно в этот конкурсный этап нужно было пройти только 1000. Я прошла в 1000, и дальше началось обучение. Обучение у нас было на отдельной платформе, было очень ценное обучение, то есть я почерпнула здесь для себя очень много фактов. В каждом нашем онлайн-занятии было очень много пользы и много жизненного опыта каких-то ценных уроков, которые они для себя вынесли за столько лет работы в сфере туризма, в сфере организации мероприятий. Важный момент — это то, что все вебинары нужно было посещать желательно онлайн, и это было очень сложно делать, так как у меня был период подготовки к сессии, нужно было встраивать в своё расписание это всё так, чтобы я смогла и посмотреть, потом поучиться. Конечно же, не просто как-то на фоне, знаете, посмотреть, а действительно воспринять информацию, запомнить её, и в будущем ещё постараться применить. У нас было очень много блоков про саму организацию фестиваля, про Сочи, конечно же. Мне кажется, я столько всего узнала, что я готова сейчас уже сама вести экскурсии. Конечно же, были лекции о безопасности, о правилах работы с людьми. Я забыла сказать о том, что на самом фестивале нужно отобрать 300 человек, и, соответственно, как вы понимаете, вот это вот 1000 — это уже отобранное количество людей, которые определённым образом замотивированы, которые могли соблюсти все условия, и вот из них ещё надо было выбрать 300, и даже эти 300 подразделялись на отдельные категории. Не смогла, к сожалению, пройти, например, на экскурсовода, потому что я не достигла определённого возраста, и меня перевели в трек координаторов. Я очень тогда расстроилась, помню, в этот день, я прям всё, у меня опустились руки, потому что в координаторах ещё меньше мест, соответственно, ещё больше конкурс на место, и я помню, что меня все подбадривали, говорили, что ещё ничего не закончено, ещё можно пытаться. Поэтому да, я продолжила пытаться, конечно же. У координаторов было интервью, а точнее собеседование на русском и английском языке. Тоже такой волнительный день был, но всё прошло хорошо, мне задали, наверное, 3-4 вопроса на русском и, наверное, около того на английском. Потом оставался только тест, и это тоже было очень волнительно, вообще очень много волнительных моментов было вот как раз в этот период, потому что была сессия, во-первых, подготовка к ней, плюс сама сессия, потом стрим в МГЛУ, и потом ещё как раз-таки был тест, вообще обучение, и вот этот период февраля, нет, подождите, даже января, он был настолько энергетически сложным, что я чувствовала просто постоянные какие-то испытания, нельзя было расслабиться, и просто нужно было проходить дальше, дальше и дальше. И, конечно, было страшно ещё то, что я готовилась к сессии и смотрела вебинары, то есть я понимала, что я гонюсь буквально за двумя зайцами, и я могу не там и не там не преуспеть, но, к счастью, всё получилось, и я прошла тест. У нас было 5 блоков или 6, и каждый был посвящён своему блоку, то есть организации, история. Также мы, кстати, разбирали паспорта маршрутов экскурсионных, это тоже было очень интересно, то есть нужно было выучить определённые экскурсии, и это очень мотивировало, потому что вот вы погружаетесь просто в эту атмосферу, там слушаете про дачу Сталина, про какие-то эко-тропы, и, конечно же, хочется туда попасть, и, конечно же, всё это приходится хорошо заучить. И я сдала тест на 45 из 50 баллов, это очень хороший результат. Я была безумно довольна, потому что, наконец-то, можно было выдохнуть, как мне тогда показалось, потому что, ну, по сути, я всё, что могла, сделала. Но, конечно, осталось самое сложное, это ожидание результатов. Тысяча вот этих людей, все суперцелеустремлённые, замотивированные люди, которые знают несколько языков, которые в туризме много-много лет, все хотят пройти. Вот эту конкуренцию нужно уметь тоже проживать. Так, у меня, конечно же, выключаются камеры на самом интересном месте, наверное. Было где-то три дня ожидания результатов, и в эти дни я помню, что мне снилось просто всё, что я прошла, что я не прошла, что я в резерве. Короче, просто всё было, и я себя постаралась настроить так, что даже если я не пройду, мне будет не так обидно, потому что, по сути, я ничего не теряю, я, наоборот, приобрела какие-то навыки, знания. Я узнала об очень классных местах, знакомилась с новыми людьми, старалась мыслить, в общем, в этом ключе, потому что понимала, что нужно на вообще-таки конкурсные отборы идти только с подобным мышлением, потому что ты можешь либо пройти, либо не пройти. И быть всегда на 100% уверенных в своих силах, наверное, не всегда правильное решение. В общем, захожу я в чат в этот день, и вижу, что кому-то уже начинают приходить письма с рассылкой о том, что они прошли уже отбор, и всё, они зачислены в команду. Я понимаю, что, скорее всего, это такие сообщения-рассылки, и, по сути, если они кому-то уже пришли, значит, они должны были прийти всем, кто прошёл отбор, а мне не пришли. Я, конечно, уже тогда расстроилась, поняла, что, ну, вот так, значит, так и должно было быть. И всё-таки решила проверить почту, смотрю, что у меня всё-таки письмо есть. Вот этой организации открываю, и вот как-то я открыла так, что вот здесь вот было письмо тому-то, тому-то, того-то, того-то, адрес, в общем. И в самом низу экрана был один абзац. Спасибо большое за участие, благодарим за проявленный интерес. Я поняла, что, ну, вот, всё, мне ничего не написали, как бы, всё, всё, на этом всё. Безусловно, я расстроилась, но решила прокрутить экран дальше. И вот очень жаль, что я тогда не снимала свою реакцию, потому что это было просто что-то очень, наверное, смешное, потому что моё лицо грустное, расстроенное, просто вот так вот меняется со скольжением моего пальца на безумно счастливое, потому что я вижу одно предложение «Вы прошли отбор». И просто начинаю визжать, кричать, орать. Я была ещё одна дома, и это просто безумно. Был классный момент. Я сделала это точно таким же образом, как я узнала сама. И я сняла с этого момента видео, так что предлагаю посмотреть. В чате написали, что письмо счастья пришло. Я сейчас захожу на почту и вижу, что мне пришло письмо. И читаю. С радостью сообщаем вам, что вы прошли отбор. В целом, какие у меня впечатления. Я, безусловно, очень рада. У меня просто буря эмоций внутри, потому что это очень масштабное событие. Я, наверное, уже сто раз сказала об этом. И я раньше не проявлялась, такое слово модное, да, не проявлялась на таком уровне, на каких-то фестивалях, вообще волонтёрство. Вот это вот всё. Хотя я не волонтёр, я еду как бы работать. И сам факт того, что ты прошёл в эти три сотни из пяти тысяч человек, которые подавали документы, подавали заявки, это просто что-то невероятное. Поэтому, конечно, возлагается огромная ответственность и огромная радость вместе с ней. Конечно же, ещё то, что там понадобится знание иностранного языка, там будет 10 тысяч иностранцев. Это всё просто каждый раз подогревает мой интерес и, конечно же, тревожность, потому что, ну, понятное дело, все мы люди, когда что-то новое, мы переживаем, волнуемся. Но ожидание и предвкушение от поездки, от того, что там вообще будет, конечно же, намного больше, чем страх. И, наверное, это самое главное. Я где-то услышала, что это мероприятие по уровню, по масштабу такое же, как и Олимпиада в 2014 году, и знаю, наверное, большую часть программы, могу это подтвердить. Но всё равно хочется всё это увидеть, прочувствовать. И, конечно же, я очень хочу делиться этим всем с вами в моём блоге, но я не знаю, насколько у меня это получится, потому что у нас будет очень плотный график, мы будем загружены достаточно сильно. Мне сейчас очень важно увидеть вашу заинтересованность, какой-то ваш фидбэк по этому видео, потому что вообще мне, как я уже сказала, об этом рассказывать было довольно как-то... Я даже не знаю, как сказать, затруднительно. Но не в плане о том, чтобы просто сесть перед камерой и записать видео, а вот просто как будто бы я свою какую-то тайну раскрываю для всех. Поэтому мне очень нужен ваш фидбэк и просто какая-то отдача в комментариях. Конечно же, буду, наверное, намного чаще появляться в Телеграме, поэтому подписывайтесь на него. Возможно, буду присылать какие-то кружочки, общаться там. Наверное, это всё, что я хотела сказать. Я очень рада, что у меня появилась такая возможность. Очень рада, наконец-то, рассказать о ней вам. И надеюсь, что всё пройдёт тоже очень-очень хорошо. Надеюсь, что я наберусь там очень много опыта для себя, что познакомлюсь с большим количеством людей, просто увижу красоты нашей страны. И классно проведу время. Спасибо большое ещё раз за просмотр. Всех обнимаю и всем пока-пока!